Масштабное обновление сельских культурно-досуговых учреждений в России продолжается. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется в соответствии с президентским указом. Благодаря этой программе культурная жизнь села Маруха Зеленчугского района заиграла новыми красками, какими узнавала Фатима Даурова. История Дворца культуры села Маруха начиналась именно здесь, на этом месте. В развалинах, что вы сейчас видите за моей спиной, в начале 60-х находился культурный центр маленького села. Сюда приходили люди, смотрели концерты, устраивали вечера танцев. Со временем все переместилось в здание центрального магазина, где до сих пор все иютилось, пока не построили совершенно новое здание, соответствующее всем современным требованиям. Итак, у вас есть возможность сравнить, как это было до и после. Когда-то в этих развалинах кипела жизнь. Сюда люди приходили отдохнуть, отвлечься от повседневных дел. Для сельчан, чьи дни подчинены тяжелому быту, это были минуты приобщения к красивому, легкому, к миру культуры. Мы сюда ходили. И как там было? Нормально. Мы еще в школе учились, а тут и у нас концерты были, праздники на всякие. В кино даже ходили, телевизоры же у нас с них всегда были. Очаг культуры возродился в полной мере после того, как было построено новое здание сельского клуба. Его появление ждали долго. Это лишь на первый взгляд кажется, что нет никакой связи между свежевыкрашенными стенами, новыми креслами, сценой в зрительном зале и насыщенной жизнью сельчан. Ведь сейчас появилась возможность представлять отчетные концерты во всей красе, показывать кино, а детей ждут новые творческие зоны, кружки и объединения. В старом клубе занимались. Дети ходили, только не очень любили ходить туда, потому что старое здание, цемент там, а тут прям все новое. Спасибо большое всем, что построили. Уже сейчас в актовом зале, который теперь имеет эффект на оформленную сцену, можно проводить мероприятия разной направленности. Разницу между тем, что было и стало, очень ясно объясняет директор Дома культуры Тахтар Гачияев. Как и вот жонглер, который жонглирует там булавами, там кольцами, там невозможно было. Потому что и потолок низкий, сцена маленькая и, естественно, зрительный зал тоже маленький. Ровный пол, никакого склона там не было. Просто люди как могли так смотреть, дети вернее. А теперь, пожалуйста, хоть московский цирк вызывай или ансамбль. Стряхнули с себя пыль годов и задышали по-новому книги из библиотечного фонда, которые ютились в маленькой комнатушке, совсем не приспособленной для их хранения. Сейчас же шедевры классиков, научные и учебные материалы, энциклопедии уютно расположились на стеллажах. А книжным царством вот уже 17 лет заведует его хранитель Хаочик Кепкеева. Естественно, с советских времён эта библиотека была не оборудованная, не отапливалась. Но это вообще по сравнению с тем, это рай. Мы переехали в рай. Даже, мне кажется, книгам дышать легче тут стало. Мы не думали, что в нашем селе вот такой дом культуры будет стоять когда-нибудь. Не зря за сельскими клубами закрепилось определение от ЧАА культуры, а его пламя постоянно поддерживается вдохновением и теплом сердец творческих людей и профессионалов своего дела, которые здесь работают. Фатима Даурова, Ренат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия.